Старец Порфирий Кавсакалевит. Байрактарис. Поучение автобиография. Мы знаем, что до конца мира не оскудеет благодать, обитающая во святых угодниках божиих. И тем не менее, когда самому приходится столкнуться с носителем этой благодати, то кажется, что стал невольным свидетелем времен древних и прикоснулся к одному из отцов, не принадлежащему к нашему времени. Одним из таких носителей благодати Божией и был блаженный в памяти старец Порфирий Кавсакалевит. Духовные дары отца Порфирия кажутся невероятными в наше рациональное время. Его восприимчивость ко всему окружающему была сверхъестественной по сравнению с нашим падшим состоянием. Он понимал язык птиц и знал все о них, откуда они прилетели, куда они держат свой путь. Он мог внутренними очами созерцать самые недра земли, бездны морские и недосягаемые космические пространства. Он видел залежи угля и нефти, он видел древние города, погребенные под землей, видел древние события так, как будто он являлся непосредственным свидетелем их, видел места, освященные молитвой, видел ангелов и нечистых духов, видел саму душу человека. Он мог взглянуть на человека и сразу определить его болезнь телесную и душевную. Ему были открыты тайные помышления человеческие. От его прикосновения люди исцелялись, хотя сам он всю жизнь болел и никогда не просил Господа о том, чтобы самому быть исцеленным. Он никогда не искал ничего для себя, но только для славы Божьей и пользы ближнего. Кроткий и смиренный старец Порфирий с годами только приумножал в себе эти благодатные дары, никогда не приписывая их себе, только Богу. 27 ноября 2013 года Священный Синод Константинопольского Патриарха принял решение о канонизации старца Порфирия. Старец Порфирий Кавсакаливит Байрактарис Житие Часть третья Я вам еще не рассказал о том, что первое время моего назначения мне было суждено испытать великое искушение, но Бог помог мне. Первое воскресенье я с большой радостью пошел служить литургию. Мое желание трудиться в учреждении исполнялось. Этот дар послал мне Бог. Но что же случилось? Когда я пошел к началу службы в церковь Святого Герасима, услышал звук граммофона с любовными песнями «Я люблю тебя, я люблю тебя» и так далее. Продолжаю службу, все то же самое. Я начинаю читать молитвы, служить божественную литургию, а снаружи песни. В церкви полно народу. Я выхожу царскими вратами и говорю «Мир вам!» Но литургия вся кувырком. Когда я в унынии закончил, потребил святые тайны, взял свое облачение, сложил его и тотчас вышел из храма, напротив церкви был магазин, в котором продавались граммофоны и пластинки к ним. Я вежливо подошел к хозяину магазина, господину Куретти, так его звали, и попросил его, если это возможно, хотя бы во время божественной литургии выключать граммофон. Он мне отвечает «Я тоже хочу зарабатывать свой хлеб. То, о чем ты просишь, невозможно. У меня дети, я должен платить аренду. Я прошу тебя, говорю ему, я переживаю, потому что происходящее грех». «Отец, ты занимайся своим делом», – отрезал он. «И что мне было делать?» «Я думал о том, чтобы уйти из церкви, найти другую. Но я был обязан обязательствами, и меня назначили на это место в то время, когда я не отвечал элементарным требованиям. То есть у меня не было аттестата об окончании начальной школы, даже табеля хотя бы за какой-нибудь класс. Что я скажу Блаженнейшему, который снизошел ко мне и поставил меня туда по любви? Что я скажу господину Аливазату, который сделал все, чтобы меня туда назначили? Я сильно расстроился. Сидел в алтаре и думал, что же мне делать? Я говорил, что нужно уехать, что больше оставаться я не могу. Как я буду здесь жить? Как я буду служить? Особенно, как жить человеку, который приехал из пустыни, из совершенного безмолвия? Как ему жить в этом сатанинском шуме? По улице проносились автобусы из Никеи, из Перея. Их маршрут проходил прямо за дверью церкви. Я постоянно слышал гудки проезжающих мимо автомобилей, и я решил уйти. Но не знал, как об этом сказать. Печальный я вернулся домой и не знал, как мне быть. Я вернулся домой и думал, думал, думал. Мне даже есть не хотелось. Я переживал, что делать? Я был рад, что меня направили служить в больницу, где я мог видеть больных, ухаживать за ними, разговаривать с ними, исповедовать их и причащать. Что же делать теперь? Лишь Бог вызвалит меня из такого затрудительного положения. И в таком великом затруднении, в котором я находился, я решил про себя. Что скажет Бог? Я попросил. Боже мой, я не хочу, чтобы ты со мной говорил. Не хочу, чтобы ты показал мне знамение. Любовью твоей покажи мне что-то простое. Почему я смогу понять, должен ли я уехать или остаться? Очень простое. Я не прошу чуда. Мне стыдно. Я решил поститься три дня, не вкушая даже воды. И эти три дня провести в совершенном болчании и молитве, ожидая ответа Божия. И ответ пришел. Когда я был в церкви Святого Герасима, приходили разные люди, чтобы поставить свечки. В какой-то момент входит женщина с ребенком. Ребенок был, вероятно, учеником первого класса гимназии. В руках у него были школьные учебники. Один из них был по физике. Я попросил у него учебник, чтобы посмотреть просто из любознательности. Это было моим обыкновением. Я листал книжку и открыл одну страницу, где был показан следующий физический опыт. В спокойную воду озера бросают маленький камень. Вода теряет свое спокойствие и покрывается рябью на небольшой площади. Если потом бросить камень побольше, то ряб будет больше. И на большей площади новые волны заглушат прежние. В этот момент мне и пришел ответ на мою дилемму. Это было просвещение от Бога. Я подумал следующее. Маленькая ряб песен за стенами церкви может быть поглощена большими волнами от эсердных молитв, которые произносятся в церкви. В тот же миг в уме у меня явственно прозвучало. Если ты служишь в церкви, литургии и ум твой в Боге, то кто может помешать тебе? Я так и приготовился поступить. При служении литургии я предавался любви Христовой и с великой радостью и большим духовным напряжением совершал драму божественной литургии, страшную драму Голгофа. Радость моя была безмерна. Я поверил в то, что Бог разрешил мою проблему. Действительно, в воскресенье утром я пришел в церковь, исполненный надежды, дал возглас, благословен Бог наш. Ум мой был сосредоточен на одной службе и только. Я ощущал себя на небе, а внизу и рядом со мною молящиеся словесные овцы Божии. В божественной благодати я ощущал всех нас. Снаружи бешено орал граммофон. Я не слышал ничего. Впервые я пережил такую божественную литургию. Это была самая прекрасная литургия во всей моей жизни. И с тех пор все божественные литургии были такими. Я много пережил те годы, когда находился в Афинской поликлинике. Греция, особенно Афины, переносила испытания войны, оккупацию, голод и смерть, которая косила людей ежедневно. Я делился с больными просфорами и всем, что мне приносили. Их душевная боль подталкивала меня к состраданию. Даром прозорливости я видел глубины их душ. Я молился о тех, кто приходил ко мне и рассказывал о своей телесной болезни. Это побуждало меня к изучению. Видя больной член тела, я хотел узнать его научное название и ту роль, которую играют все органы тела, печень, поджелудочная, железа и другие члены. Поэтому я купил книги по медицине, анатомии, физиологии и тому подобном, чтобы изучить это информированным быть. Для лучшего образования некоторое время я посещал аудиторные занятия на медицинском факультете. Такая любознательность у меня была ко всему. Я все хотел узнать во всей глубине и широте. Если я шел на какой-нибудь завод, я хотел узнать во всех подробностях о том, как он работает. Если я посещал музей, то часами интересовался скульптурой. Я вам расскажу один случай. Однажды в воскресенье, в обеденное время, я проходил мимо археологического музея. У меня было немного времени, я подумал, не зайти ли мне туда. Я ходил по залам, рассматривая статую. В одном из залов была группа с экскурсоводом. Стояла полнейшая тишина. Я подошел поближе, но когда экскурсовод меня завидел, она шепнула группе. Подошел поп. Я попов не перевариваю. Но этот, мне кажется, не такой, как все. Я подошел еще ближе и сказал, добрый день. Добрый день, ответил экскурсовод. Можно мне послушать то, о чем вы рассказываете? Конечно. Мы ходили от одной скульптуры к другой. И вот мы встали перед статуей Зевса. Он восседал на своем престоле и металл в людей молнии. Экскурсовод, закончив свой рассказ, повернулась ко мне и спросила, а вы, батюшка, что скажете? Как вам эта статуя? Я не разбираюсь в статуях, ответил я. Я лишь смотрю и удивляюсь искусству скульптора и творению Божию, которое совершенно и понимаю, что скульптор, создавший это произведение, имел обостренное чувство божественного. Посмотрите на Зелца. Хоть он мечет в людей молнией, лицо его спокойно. Он не разгневан. Он бесстрастен. Экскурсоводу и всей группе мое объяснение очень понравилось. О чем это нам говорит? О чем? О том, что Бог неодержим страстью, даже тогда, когда нас наказывает. Я во всем был любознателен, как уже вам сказал. Как-то я пошел учиться птицеводству. Правду вам говорю. Потом я ходил к профессору, который преподавал пчеловодство. К тому же родом он был с острова Киркира. В классе были совершенно разные люди. Юноши, девушки, молодежь и старики. Закончил урок, преподаватель подошел ко мне и говорит. Геронда, знаешь, что я понял? То, что ты достигнешь больших успехов в пчеловодстве. Я спрашиваю, почему ты так и решил? Потому как ты смотришь и с каким вниманием слушаешь. Я сделал вывод, что ты годишься на пчеловода. Ты преуспеешь. Ты будешь находить с пчелами общий язык. Разговаривать с ними. И они тоже будут с тобой говорить. Я ему отвечаю, да, это так. Я буду разговаривать с пчелами. Пойду на пасеку. Буду слушать их, понимать их и резвиться с ними. Тогда я потеряю и Ириасу, и Камилавку. Но главным моим делом с тех пор, как я стал духовником, была исповедь. Я исповедовал бесконечными часами, днями и ночами, целыми сутками. Исповедую либо в монастыре святого Харалампия на Эвбее, либо в храме святого Герасима, либо в монастыре святого Николая, либо в Калисии, чтобы здесь, в монастыре. Даже когда болел, а болезней было много, и были они продолжительные, хронические, я с любовью Христовой принимал те души, которые посылал мне Бог. Я жаждал продолжить свой аскетический подвиг в любом месте, пусть даже в то время, когда я находился в центре Афин. Так я не нашел ничего лучше, как спрятаться на холмах Туркувунья. Там мы жили с родителями, с моей сестрой и племянницей в одном домишке из бетонных плит. Ночами мы работали в молчании и молитве. У нас были станки, на которых мы изготавливали на продажу футболки и святера. На эти сбережения мы хотели построить монастырь. Еще мы делали ладан, превосходный ладан моего собственного изготовления. По моим рецептам, по моим пропорциям с 5-10 ароматическими добавками. По запаху я различал и ладан, и остроту добавок. Своими пропорциями я исписал целую тетрадь. Целая тетрадь рецептов, которые я использовал, когда приготовил для ладана ароматические вещества. Все ароматические вещества, которые у меня были, я выстроил по порядку. Около 50 флаконов с различными веществами. Вот это была тайна. Все эти флаконы я знал. Я знал запах каждого флакона, его силу, остроту. Я знал, что из этого флакона нужно взять 10 частей, из другого 2 или 3, или 1 часть. И приготовлял прекрасные составы, редкие. Все это я записывал в тетрадь, как я уже говорил. Но ее у меня украли. Я знаю, кто украл, но не хочу говорить, не нужно. Я не знал ни мира, ни того, как нужно себя вести в обществе, быть простым. О манерах общения я не имел никакого представления, потому что вырос в горах. Я пожил немного у своего крестного в Перее, но и там сам себя обслуживал. Дочки его ставили мне пищу на стол, я кушал в одиночестве, спал на мансарде. Я не знал, как за столом держать вилку, ложку. Послушайте, я вам кое-что расскажу. Куда меня не приглашали, я никуда не ходил. Но однажды меня пригласили послужить молебен у одной больной женщины, которая работала напротив поликлиники, недалеко от муниципалитета. Очень хорошая женщина, благочестивейшая. Но пока мы шли до ее дома, пока молились, прошло около часа. И мне настойчиво стали предлагать, садитесь за стол. Нет, отвечаю, я не могу, мне нужно идти. Батюшка, мы обидимся. Уважь нас. Вот и наша дочурка просит. У них была дочь, они недавно поженились. Очень хорошая девочка. Тогда я принял предложение. Я прочитал молитву, благословил стол, и мы сели есть. Маленькая дочурка увидела, как я ем, и говорит родителям. Мам, он неправильно держит ложку. А они, молчи, молчи. Через несколько минут опять. Он неправильно держит ложку. Ну что ты скажешь здесь, что я несчастно испытал? Я посмотрел на них, как держат они, и я исправился. Потом не знаю, что мне положили. Я стал есть вилкой. Малышка аж подскочила. Он неправильно держит вилку. О, что я вынес. Я хочу вам просто привести пример, насколько я был тогда прост. Там, где мы жили, местность изобиловала крутыми подъемами. Я вставал очень рано, уходил в церковь Святого Герасима, а возвращался вечером. Дорога около нашего дома была очень трудной, очень обрывистой. Как-то утром я упал и сломал ногу. Было воскресное утро. Еще толком не расцвело, и вокруг стояла тишина. Мое уханье услышали какие-то люди. Пошли, тотчас позвонили в скорую помощь. Приехала скорая помощь и отвезла меня в больницу. Я сломал голень левой ноги. Все кости раскрошились. Боль была несносной. Когда мы приехали в поликлинику, меня из машины перенесли на кровать. Врачи решили наложить мне на ногу гипс. А народ ждал, когда я начну литургию. Им пришлось разойтись. Через 15 дней, которые я провел в кровати, во время молитвы, мой взгляд случайно упал на ногу. По благодати Божией вижу, что гипс был наложен криво. Тогда я стал просить врачей снять гипс. Но профессор узнал об этом, сказал в шутку. Батюшка, вместо того, чтобы смотреть за своим храмом, где он компетентное лицо, хочет поправить нас. Хотя мы хорошо сделали свою работу и посмотрели ногу на рентгене. Что он хочет? Помучить нас. Никто не придал этому значения. Я настаивал на том, чтобы они посмотрели мою ногу. Они не отзывались. Когда мне принесли обед, я не стал есть. Сказал, что прошу отвезти меня на рентген. Я настаивал на этом, потому что если нога срастется неправильно, то останется навсегда такой. Профессор прислал мне ответ. Пусть следит за своими священническими обязанностями. Его нога в порядке. Наступил вечер, мне принесли ужин. Я снова не стал есть, настаивал на том, чтобы осмотрели мою ногу. На следующий день пришел профессор и стал говорить в сердцах. Что это все значит, Геронда? Что это все значит? Ты решил нас помучать? После долгих пререканий меня отвезли на рентген. Смотрят, действительно гипс на ногу наложили криво, а нога к тому уже срослась. Профессор стал смеяться. Слышь, Геронда говорит, ты слишком грешный. Теперь и я это понял. Сейчас увидишь, что тебе придется пережить. Мы должны сломать твою ногу и наложить гипс заново. И начали сильно бить по гипсу, чтобы он сломался. Я ничего не говорил, а только творил свою измеренную молитву. А, так ты еще и замолчал, говорил он мне. Сейчас я отпущу тебе твои грехи. Наконец они потянули и сняли гипс. Боль была страшная. Два врача держали мне ногу, а профессор кулаком стал сильно бить по голени, чтобы она сломалась. Но, батя, я отпущу тебе все твои грехи. А за это простятся грехи и мне. Они ломали мне кость. Она срослась не до конца. Боль была несносная. Я стиснул зубы. Наконец они сломали. Положили меня снова под рентген. Вытянули ногу и поставили все прямо. Потом снова осторожно наложили гипс и отправили на свою кровать. Два-три месяца, не помню точно, я лежал ничком. Потом меня подняли и дали мне два костыля для ходьбы. А я не хотел их. Профессор говорит мне, возьми их, чтобы встать. Сколько можно в кровати валяться? Он не стал сильно настаивать на костылях, потому что я стал сам держать равновесие. Я боялся, что привыкну к костылям и потом не смогу без них ходить. Тогда профессор говорит мне, позаботься о том, чтобы купить себе трость. Нет, отвечаю, она мне не нужна. Ты священник и не слушаешься? Послушайся, потому что иначе упадешь и поломаешь все свои кости. Тогда мне пришлось попросить свою сестру, купи мне трость. Мы бедные, но мне нужно купить трость. Костыли я хочу бросить, они мне не нравятся. Было 11 часов утра. Я при помощи костылей спустился в больничную церковь. Сестра моя собралась идти на улицу Эола покупать трость. Только она стала выходить тут на тебе. Одна женщина заходит в церковь, держа в руке трость. Святой Герасим здесь? Спрашивает. Да, детка здесь. Отвечает ей церковница. А где икона святого? Да вот здесь. И показывает ей икону. Тогда эта незнакомая женщина падает у иконы и со слезами начинает так громко говорить, что мы все слышали. Мой святой, я не знал о тебе и никогда не слышал о тебе. Я и имени твоего не слышала. Но ты сподобил меня своего посещения и попросил у меня ту трость, которую я купила в Иерусалиме, чтобы я принесла ее в твой дом. Вот она. Я ее принесла, мой святой. Ты мне сказал, я хочу, чтобы ты завтра утром принесла мне трость. Я не знала, где ты находишься, но расспросила и нашла. Мы с сестрой и церковницей сидели около свечного ящика. Она подошла к нам и сказала, что это было такое? Почему святой попросил у меня трость? Чего он хотел? И церковница отвечает, послушай, для чего святому трость? Ему самому она не нужна. Но и у святого тоже есть свой служитель. А служитель этот, вот этот священник, которого ты здесь видишь, он сломал ногу и уже несколько месяцев тяжело страдает. Но сегодня он встал, и врачи велели ему взять трость. И вот сестра его уже готова была идти на улицу Эола за тростью. Так вот, бери трость у святого и деси ее, его служителю. Женщина в умилении принесла трость и поцеловала мне руку. Возьми ее, говорит, батюшка мой, и прости мне мои грехи. Я купила ее в Иерусалиме. Она от святого гроба. Я приехала сюда из района Промбона в конце улицы. Там я живу, там я увидела святого во сне. Я поблагодарил ее, взял трость и тут же стал ею пользоваться. Отбросил костыли. Эту трость я сразу назвал тростью святого Герасима. И очень ее полюбил. Я слежу, чтобы не потерять ее. Но она и чудотворна, потому что, когда у кого-нибудь болит где-то тело, я слегка хлопаю тростью по этому месту, и человек выздоравливает. Она и правда чудотворная. Что за чудеса? Святой позаботился обо мне грешном. Он, как живой, явился женщине, которая ни о святом не слышала, ни обо мне. Чудесные дела совершают святые. Поэтому мы должны почитать их. И я почитаю святого Герасима, который исцеляет больных своей святостью и благодатью. В церковь святого Герасима при поликлинике приходило много людей поставить свечи. Некоторые оставались на исповедь, другие просто просили молитвы, третьи ставили свечи, крестились и выходили. Приходили по разным причинам. Мужчины и женщины, юные и старые, образованные простецы. Вокруг аммонии жили разного сословия люди. Раньше у нас было бычий. Праздник Богоявления – ходить по домам и кропить их святой водой. В один год я тоже пошел освещать дома. Я стучал в двери квартир, мне открывали, я входил с пением «Во Иордане, крещающуюся Тебе, Господи!». Придя на улицу Мезонос, вижу железную дверь. Открываю, захожу во двор, который был уже весь усажен мандариновыми, апельсиновыми и лимонными деревьями. И поднимаюсь по лестнице. Это была наружная лестница, которая вела наверх, а внизу был подвал. Поднимаюсь по лестнице, стучу в дверь, открывает женщина. Когда она открыла мне, я, как обычно, начал петь. В Иордане. Вдруг она меня резко останавливает. Между тем, меня услышали другие. И справа, и слева стали выходить из комнат девушки. Понятно. Я попал в дом терпимости, подумал я. Женщина встала передо мной, чтобы не дать мне пройти. «Уходи!» – говорит она мне. Не подобает им целовать крест. Я поцелую крест, а ты уходи, пожалуйста. Тогда я принял суровый и грозный вид и говорю. Я не могу уйти, я священник. И уйти не могу, я пришел все освещать. Да, но им не подобает целовать крест. Но мы и не знаем, кому подобает целовать крест. Тебе или им. Потому что если бы Бог спросил меня и попросил ему сказать, кто достоин целовать крест, девушки или ты, то, возможно, я бы ответил. Девушки могут целовать крест, а ты нет. Их души лучше твоей души. Тогда она немного покраснела. Я ей говорю. «Позволь девушкам поцеловать крест». Я подал им знак, чтобы они подходили. И я более мелодично, чем сначала, начал петь в Айордане. Потому что внутри меня была радость, что Бог устроил так, что я пошел и к этим душам. Все поцеловали крест, все были ухожены в разноцветных юбках. Я им говорю. «Чадо мои, многое вам лето. Бог любит нас всех. Он очень добрый и посылает дождь на праведных и неправедных. Для всех нас Он Отец заботится обо всех. Мы только лишь должны позаботиться о том, чтобы познать Его, возлюбить Его и стать хорошими. Возлюбите Его и увидите, какими счастливыми вы станете». Они растерянно хлопали глазами, их бедные души дрогнули. «Я очень рад, говорю им в конце, что Бог удостоил меня сегодня прийти сюда и окропить вас святой водой. С праздником!» «С праздником!» – ответили они. «Тогда я ушел». Время от времени, не только в праздник Богоявления, люди по разным поводам приглашали меня домой совершить освящение воды. Однажды со мной приключилось следующее. Была оккупация. Я находился в поликлинике. Пришел представитель Красного Креста, чтобы взять меня на освящение воды. «Вы должны, – говорю ему, – взять священника из церкви святого Константина. Это их приход. Нет, пойдешь ты. На это есть причина, и хочешь ты или нет, а тебе придется идти на улицу 3 сентября». И мне, бедняге, не оставалось ничего иного, как только пойти за ним, прихватив с собой крест, наметку и рясу на выход. Когда мы пришли, растерялся. Я оказался перед образованным народом, дамами, господами, перед ректором университета, преподававшим философию. Полагаю, что фамилия его – Вейс. Набравшись храбрости, я вошел внутрь и поздоровался. Но требник с собой я неграмотный не взял. «Будем совершать освящение воды», – говорю им. Меня пробрала дрожь, когда я увидел, как они одеты, что на подносах стоит десерт, и это во время оккупации. Я надел рясу, наметку, взял крест, освящение начал без требника. Набрался мужества и все прочитал чисто слово в слово. Совершив освящение, я не пошел их кропить, многие не любят этого, а взял крест в руку и стал ждать, кто подойдет. Первым подошел министр, за ним другие. Я сказал несколько пожеланий. «Бог да благословит, да просветит и да укрепит вас. Но я все время ощущал себя необразованным. Перед уходом я перекрестил их крестом, благословил и сказал, «Счастливо вам, чадо!» А там были университетские профессора. «Эта молитва была величественна», – сказал господин ректор. «Я получил большое удовлетворение. Я очень порадовался чину освящения воды. Обрадовался тому, что ты прочитал молитвы правильно и к тому же наизусть. Ты богослов, но ты сделал одну ошибку в Евангелии. Ты прочитал «здрав стал», а там «здрав бываше», то есть выздоравливал. «Благодарю», – говорю ему, – «я необразован». Это Евангелие мы читаем в неделю о расслабленном, когда мы вспоминаем о чуде у этой купальни. Евангелие там читается. В то время пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски «Вефезда», при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какую бы ни был одержим болезнью. Часто я приходил в великое умиление в церкви. Я имею в виду церковь святого Герасима. Да, я слушал Евангелие и умилялся. Со мной это происходило по той причине, что я видел икону самого Христа. Был великий пяток. Мы совершали богослужения. Церковь была полна народу. Что там со мной случилось? Я читал Евангелие, когда дошел до фразы «Или, или, лама савахфани». То есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» То не мог закончить. Я не мог сказать, для чего ты меня оставил. Меня наполнило умиление, и голос сорвался. Передо мною во всей своей полноте предстала трагическая сцена. Я увидел то лицо. Услышал тот голос. Я вживую увидел Христа. Народ внизу стоял в ожидании, а я никак не мог продолжить. Оставляю Евангелие на аналое и возвращаюсь в алтарь. Крещусь и целую святой престол. Я вспомнил другой, более красивый образ. Нет, не красивее, прекраснее этого образа нет. Я вспомнил воскресенье и тут же успокоился. Потом вышел царскими вратами и сказал «Простите меня, чадо, я увлекся». Потом я взял Евангелие и прочитал его сначала. И в тот час вся церковь начала плакать. Это было нехорошо. Каждый может думать о чем хочет, но расслабиться нельзя. Мы должны быть собранными. Вослевоенные годы были очень тяжелыми. И люди много трудились, чтобы выжить. Я, как вам уже говорил, те годы был в поликлинике. И с тех лет помню множество случаев. Послушайте об одном из них. Эсфирь была 17 лет. Она жила летом со своими родителями и братом в Бояте. У них был ухоженный сад. И они продавали овощи, фрукты. Как-то вечером мать послала Эсфирь неподалеку в один магазин купить керосина для светильника. Заметьте, что тогда не было электрического освещения. По пути домой Эсфирь встретила одного мальчика, своего одноклассника. Они разговаривали об уроках, стояли они за грузовиком. Мимо проходил брат Эсфирь и увидел, что они стоят, разговаривают. Он перетолковал это по-своему, потому что решил, что они говорят о чем-то плохом. И сказал об этом матери. Эсфирь позорит нас, разговаривает на улице с мальчиком. Когда Эсфирь пришла домой, мать сильно отругала ее и побила. Нравы тогда были весьма строгими. Эсфирь сильно огорчилась. Она возмутилась такой несправедливостью и подозрениями брата. На другой день домой приехал отец, который был в отлучке. Он обошелся с ней по-другому, то есть с пониманием и по-хорошему. «Я этому не верю», — говорит он ей. «Пойдем-ка, польем сад. Ты будешь сидеть и смотреть, где грядка будет уже полита, скажешь мне, и я стану поливать другую». Так и было. Эсфирь совсем не спала всю предыдущую ночь. Ее душили обида и несправедливость. Она дошла до отчаяния и решила покончить с жизнью. Когда они пошли с отцом в сад, у нее уже был план взять какой-нибудь сельскохозяйственный яд и вечером после поливки тайком выпить его и умереть. Она думала, тогда я посмотрю, любят ли они меня. И так она взяла яд, положила его себе в карман и стала ждать вечера, чтобы выпить его. Но трудный час не заставил себя ждать. Отец, ничего не подозревая, говорит ей «Пойди-ка в конец сада и закрой воду». Она быстренько пошла, ее не было видно. Вокруг не было никого. Отец был довольно далеко, и она дрожа сунула руку в карман. И вдруг она услышала шаги. Не успела и пошевельнуться, как видит, появляется перед ней какой-то незнакомый священник. Он здоровается с ней и говорит «Эсфирь моя, знаешь ли ты, как прекрасен рай? Свет, радость, веселье, Христос, весь свет. Он всем источает радость и веселье. Он ожидает нас в иной жизни, чтобы подарить нам рай. Но есть и ад, который весь тьма, горечь, тоска, мучения и стенания. Если возьмешь, что у тебя в кармане, то пойдешь в ад. Так выбрось это сейчас же, чтобы не лишиться нам с тобой радости рая». Сначала Эсфирь растерялась, но вскоре опомнилась. Когда уже сама того не заметив, выбросила яд, говорит священнику «Постойте, я позову отца, чтобы и он вас увидел». Она убежала в сад, чтобы найти отца и скрылась в высокой кукурузе. Нашла его и говорит «Отец, пойдем быстрее. Ты увидишь священника, который пришел к краю нашего сада». Но когда они пришли на то место, где должен был ждать священник, там уже никого не было. Долгое время Эсфирь не могла понять того, что с ней произошло в тот вечер. Она не могла объяснить исчезновение священника и хотела его найти. Он спас ей жизнь. Каждую зиму вся их семья приезжала в Афины. Эсфирь часто ходила к своей крестной, которой была женщина очень набожная и жила у нее подолгу. У крестной был обычай приовечать у себя дома богословов, священников и монахов. Однажды, когда Эсфирь пришла к своей крестной, в гостиной сидел гость. Эсфирь не знала, что это был за гость. В какой-то момент крестная приходит на кухню и говорит Эсфирь. «Эфи, приготовь десерт и кофе и принеси это в гостиную для гостя». Эсфирь приготовила, но немного задержалась. И когда уже понесла это в гостиную, крестная ее опередила и говорит ей. «Не этот поднос. Возьми серебряный, потому что встреча официальная». Эсфирь вернулась на кухню, поменяла поднос и принесла его в гостиную. И что же она видит? Поднос выпал у нее из рук. Она видит того самого священника, который в тот трудный для нее вечер появился у них в саду. «Я отец Порфирий», — говорю я ей с улыбкой. Так мы и мы познакомились с Эсфирь и с тех пор стали большими друзьями. Она создала семью и у нее было много детей. Бог благословил ее. Видите, какие способы использует Бог, чтобы спасти человека. Храм святителя Николая в Калистье, 1955-1979 год. В конце концов, Бог исполнил мое пожелание потрудиться в учреждении. В поликлинике я провел 33 года. Но было у меня еще одно сокровенное желание — найти где-нибудь участок земли и построить монастырь. Я искал и, наконец, нашел церковь святителя Николая в Пенделе. Это было подворье Пендельского монастыря. И вот однажды я по благодати Божией приехал туда. Церковка была видна издалека. Я подошел к ней и зашел внутрь. Она была умилительной, старидной, с немногими иконами. Во дворе я увидел несколько маленьких закопченных келей. Начало смеркаться. Я был один. В Афине вернуться было уже невозможно. Я лег спать прямо в церкви. Скоро послышался характерный удар. Он исходил от стены, которая была у меня над головой. Там висела икона святителя Николая. Удар был от иконы. Я почувствовал, что святой желает, чтобы я поселился здесь. Будучи монахом, я понимал, что те монахи, которые жили в миру, одни, погибали. Тогда привез сюда своих родителей, сестру и племянницу. Там у нас было безмолвие. Жили мы очень хорошо, пускай и в первобытных бытовых условиях. В пустыне мы поселились более чем на 20 лет. Это была настоящая пустыня. Весь район вокруг святителя Николая утопал в зелени. Сосны, старые, молодые, платаны, кусты везде, чабрец благоухал на всю округу. Из трещин в скалах прорывались цикламены, анемоны и другие дикие цветы, каждый из которых распускался в свое время. Это был рай. Такая красота. Там я хотел построить монастырь, но Бог этого не позволил. Церковь святителя Николая находится недалеко от Пендели, но тогда не было дороги. Нужно было идти пешком или трястись на ослике около часа по труднопроходимой дороге, а потом еще минут 20 карабкаться по крутой козьей тропке, чтобы оказаться у церкви святителя Николая, которая была построена на одном из скалистых холмов. Потихоньку мы протоптали тропинку, чтобы было удобнее передвигаться и носить все, что было необходимо для жизни, чего нам не давал город. Мне очень понравился огород. Я купил ручной мотоблок, чтобы можно было лучше его обрабатывать. В огороде все было. Помидоры, баглажаны, кабачки, лук, чеснок и многое другое. Моей великой любовью были деревья. Радостно было на них смотреть. Я посадил 400 деревьев, грецкий орех, алычу, груши, яблоки, персики, миндаль, фундук, гранатовые деревья. Я очень любил трудиться. Поэтому я всегда говорил и говорю сейчас. Трудись как бессмертный и живи как готовый к смерти. То есть будь тебе хоть 90 лет, хоть 100, сажай ореховые деревья, инжир или маслины. Неужели не будет у тебя прыгать от радости сердце, когда будешь сажать? Даже если кто-нибудь, проходя мимо и думая, что ты устаешь, скажет, о, несчастный, чтобы деревья не болели, мы окуривали их серой и обрабатывали медным купоросом. С мешком за плечами я приходил из миндельских питомников, ухаживал за молодыми деревцами. Приходилось нанимать и рабочих, потому что времени у меня было мало, я же еще работал в поликлинике. Моим долгом было рано утром находиться в церкви святого Герасима. Поэтому в Афины я уезжал с вечера. Но когда кто-нибудь приходил на беседу, и мы засиживались допоздна, я уходил от церкви святителя Николая среди ночи. Воды для сада у святителя Николая было предостаточно. Внизу был овраг с источником. В овраге росло много платанов. Там я поставил насос, чтобы он поднимал воду на холм. Где я соорудил резервуар, в который собирал воду. Вода к тому же была еще питьевой. Летом, когда хотелось холодненькой водички, а холодильника у нас не было, я поехал на Агину и купил там кувшинчик. С длинным горлышком, чтобы кувшин сохранял воду холодной. Еще я разводил на продажу цыплят, арендовал кусок земли у Пендельского монастыря напротив обсерватории и держал там около тысячи кур. Больше было нельзя, потому что земли было мало. У меня была мысль построить монастырь, как я вам говорил, потому искал способы заработать деньги. В колесе мы были отрезаны от мира, поэтому хотели там, в пустыне, слушать какую-нибудь афинскую радиостанцию, которая транслировала службу или божественную литургию, а также по временам новости, чтобы знать, что творится в мире и молиться. Тогда я решил сделать радиоприемник своего собственного изобретения. Антенну я поместил на сосне, высотой которой было 15 метров, а провод прикрепил к стене церкви и обмотал вокруг дикой груши. У этого первобытного радио не было кнопки, чтобы выключить его. Работало оно круглые сутки без перерыва, но я приглушил звук, чтобы он нам не мешал. Когда я не был обязан ехать в церковь святого Герасима, тогда служил у святителя Николая. Постепенно в церковь начали приходить люди, приходили и на исповедь. Все мы стали одной большой семьей, семьей из Калисхи. А время от времени по разным причинам приходили и другие люди. Какое-то большое горе, какие-то трудности, вынуждали их идти проселочной дорогой к святителю Николаю. Наконец, однажды приходит женщина со своим мужем и четырьмя детками. Люди молодые, женаты, недавно, и вначале они не хотели ребенка. Потом решили, сделаем, и при первых родах, двойня. Потом вторые роды, и снова двойня. Стало у них четверо детей. И так они пришли сюда, и молодая женщина, ей было 30 лет, говорит мне, «Батюшка, я сильно страдаю, я нездорова». Когда она говорила, я внимательно смотрел на нее. Потом положил руку вниз шеи. «Здесь, говорю ей, чувствуешь уплотнение». «Да», — говорит она, — «и тебя одолевает печаль, которая уже доводит свое дело до конца». То есть вначале ты ощущаешь какую-то зажатость, а потом к тебе приходит скорбь, и ты не можешь даже пальцем пошевелить. Ты еле двигаешься, можешь даже смеяться, но внутри себя ты переживаешь это состояние. «Да», — подтвердила она. И так я все ей описал прекрасно. Она благодарила, потом я снова положил ей руку на шею. «Не думай, — говорю, — что у тебя что-то есть. Ничего этого у тебя нет». Рука моя лежала там, и вдруг я ей говорю, «Вот, все у тебя прошло». Потому что я увидел. Я увидел, что в шее у нее ничего не было. Она мне говорит, — «Все прошло, какая радость». Я сказал ей, — «Встань на колени». Одну руку я положил на шею, а вторую — на затылок. Я стал творить Иисусову молитву. Она воскликнула, — «Ах!» Ну, наконец, — говорю, — «Иди, ладно, а то другие ждут». Они с мужем искренне прославили Господа. Смотрите, какую скорбь несут в миру некоторые люди. Однажды ко мне пришли родители человека по имени Костас. Он был последователем Сай-Бабы. Этот Баба создал новую религию. Люди верят, что он новый Христос, который пришел в мир, чтобы спасти его и привести к истине. Говорят, что он новый Бог. Сейчас Сай-Баба жив. Он женат, у него жена и двое детей. Внизу фотографии видно много молодых людей, которые следуют за ним. Многие из них образованные. Как они образованные люди попали туда? На другой странице они целуют ему ноги. Тот Христос, то есть истинный, теперь устарел. Так они говорят. Он говорит, что теперь иное время, все изменяется. Это похоже на миф. Может, Сай-Баба сумасшедший? Говорят, что он собрал много денег. Однажды один капитан третьего ранга повез меня в Аропас на побережье. Мы вышли на волнорез. Там рыбачил один мужчина. Я говорю капитану, пойди-ка принеси мне одну рыбу из тех, что поймал этот человек. Но рыбак отвечает, корзина пуста. С утра рыбачу ничего не поймал. Уходите, оставьте меня в покое. Я ему говорю, закинь удочку в море. Уходите, говорит он огорченно. Мы собирались уже уходить. Как только рыбак закинул удочку в море, сразу почувствовал, что кто-то клюнул. Он вытянул большую рыбу, трепыхавшуюся на крючке, и стал звать нас. Не уходите, идите сюда, не уходите. Я поймал рыбу. Капитан сказал, я знаю, батюшка, как это произошло. Это произошло, чтобы я поверил, что вы Божий, и чтобы в это поверил рыбак. До сих пор я верил в нового Христа, в индийского Сайбабу, а теперь верю в истинного. Больше всего времени у меня занимала исповедь, которую я сложил у святителя Николая. Но, конечно, и для молитвы было много времени, особенно вечером. Я вам об этом кое-что расскажу. Однажды было, это вечером, мы договорились вдвоем с сестрой пойти помолиться в церковь святителя Николая. Договорились сначала поужинать, и когда все улягутся, пойти в церковь тайком. Прикрыли дверь и начали молитву. Господи Иисусе Христе! В скором времени нас залил свет, божественный свет. Мы продолжали, Господи Иисусе Христе, и чувствовали радость, такую неизреченную радость. Мы видели божественный свет долгое время, несколько часов. А потом, когда он постепенно ушел, мы продолжили молитву. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Потом вернулись в келью. Мать не спала и ждала нас. Лишь только мы открыли дверь, она говорит, где вы были? Поэтому вы уложили меня спать? Думаете, я вас не видела? Я видела вас из окна. Я видела все. Видела свет, который спустился с неба и вошел в церковь. Я смотрела на него и плакала. Вот мои глаза, мокрые от слез. Старушка была расстроена, но благочестивейшая она увидела свет, хотя дверь была и заперта. Свет этот наполнил церковь. В другой раз мы жили тогда в Пенделе. Был великий праздник, Пасха или Рождество, не помню. Старушка поднялась и говорит, пойду-ка я в храм святителя Николая. Кажется мне, что лампады там погасли. Полчаса ей ходьбы туда и столько же на обратную дорогу. Пришла и видит церковь, всю залитую светом, и лампады зажженные. Святая обитель преображения в Мелессе. 1979-1991 год. Я хотел, чтобы монастырь был таким прибежищем, куда бы приходили больные и страждущие, где не находили бы утешения, укрепления и исцеления. Я вынашивал план построить небольшой монастырь. Поистине, это было давней моей мечтой. Причем такой монастырь, чтобы он стал духовной школой, где бы освящались и возделывались души, где бы непрестанно прославлялось имя Божие. Я хотел, чтобы это был такой центр, куда бы приходили больные и страждущие, где не находили бы утешения, укрепления и исцеления. Когда мы с сестрой и племянницей жили в районе Турковуни, годами работали за станками, мы шили футболки, деньги мы собирали для этой цели. Мы очень экономили на пище, одежде, на всем. Первую недвижимость мы купили на эти деньги. Потом деньги стали приносить и приносят до сих пор к прихожане, оценившие этот труд. Стали они принимать личное участие. Годами я искал подходящее место. Я никогда не пользовался при приобретении недвижимости услугами посредников. Ездил в разные места. Я хотел, чтобы с одной стороны это место было защищено от ветра, а с другой, чтобы там был хороший вид. По своему обычаю, молился Богу, чтобы он наставил меня. Я хотел, чтобы в этом месте удостоверила меня благодать Божия. Все время творил молитву Господа Иисусе Христа. И вот Бог указал мне для постройки обители знакомое место в Мелессе, на холме. Один пастух сказал мне, что это место называется Агиасатира. Мне оно понравилось. Я спросил, не продается ли оно? Да, говорит он мне. Оно принадлежит Балоку из Мелессе, который переписал это на своих дочерей Елену и Спиридулу. Ты должен пойти к ним. Тогда я пошел на участок и помолился. У меня было желание узнать, есть ли там вода. Смотрю, есть вода, да еще и неплохая. Это меня сильно обрадовало. Но воду я увидел глубоко под землей и подумал, как достать до этой воды. Видел воду и в других местах, такую же воду. Ниже в полутора километрах от вершины холма вода была не так глубоко. Тогда я решил и там купить участок, пробурить скважину и поднимать воду на тот участок, где будет монастырь. Так, при помощи божественного просвещения я обеспечил монастырь водой. Потом внимательно осмотрел, можно ли там проложить дорогу, провести свет, телефон. Посмотрел, расположено ли оно на юг, защищено ли от холодного северного ветра, сыро ли там. Я хотел проследить за ходом солнца, чтобы зимой не было таких келей, куда бы солнце не светило. Месяцами я ходил туда и смотрел, как восходит солнце. Где оно в полдень, где на закате, чтобы построить монастырь так, дабы был виден и восход, и закат, чтобы последний луч солнца освещал монастырь. Все эти условия оказались благоприятны. Я тут же стал оформлять покупку, мы купили место и стали строить. Прежде всего, мы начали закладывать фундамент и строить без воды. Начинать без воды было нелегко. Для этих целей мы сделали большой резервуар, куда помещалось 640 кубических метров дождевой воды. Несмотря на это, воды из резервуара нам не хватало. И около 5-6 лет мы покупали воду в Кефисье. Каждый год тратили много денег на воду. Для поливки деревьев, которые посадили, мы покупали воду. Тогда мы встали перед необходимостью добраться до той воды, которую я видел на участке. Но нужно было много денег, потому что вода была глубоко под землей и должен был найтись подходящий человек. Меня волновал этот вопрос. Необходимо было найти выход. Выход нашел Бог. Послушайте, что произошло. Как-то раз пришел ко мне за советом один мужчина. Христос открыл мне некоторые его семейные дела. Он удивился, пришел в умиление и говорит мне, то, о чем ты говоришь, никто, кроме нас с женой, не знает. Это большая тайна. И воодушевлении говорит, что тебе принести, Геронда? Ничего. Есть у вас в монастыре вода? Спрашивает. Нет. Нет воды. Тогда я проведу вам воду. У меня есть буровая вышка. А сколько это будет стоить? Спрашиваю я. Нисколько, отвечает он. Я возьму на себя все издержки бурения, привезу насос и все остальное. Ну ладно, хорошо, говорю я ему. Ты это обещаешь Христу. Он ушел. Через несколько дней он привозит установку, пробурил на глубину 38 метров, дошел до твердой скальной породы и остановился. Я попросил его, и он привез другую установку, получше, и пробурил до 80 метров. Воды нет, снова скальные породы, и бур дальше не шел. В отчаянии он мне говорит, Геронда, я не могу найти воду. Уезжаю. Ты не должен уезжать, отвечаю я. Я должен уехать, повторяет он. Тогда я, поскольку был уже слеп, попросил сестру, и она провела меня вниз, за тем местом, где бурили, метрах 25, среди сплошных сосен, чтобы меня не видели. Там я помолился, пошел и нашел мысленно поток воды. Мысленно я измерил, как глубоко течет вода. Как-то раз, когда я был в Баложе, я также нашел воду людям, которые ее искали. И не только нашел, но и мысленно попробовал ее, хороша ли на вкус, соленая она, или сладкая, или солоноватая. Я взял метр и мерил вниз, мысленно, конечно. Стал мерить 1, 2, 3. Вода была очень глубоко, поэтому я взял палку и представил, что она равняется 10 метрам. И стал измерять ей, снова мысленно. 10, 20, 30, 40, 50, 100. Я почувствовал великую радость. Я нашел воду, хотя она и была очень глубоко. Я почувствовал неизреченную радость. Тот же я решил ее попробовать. Хороша ли она? Наклонился и мысленно отпил воды. Вода была очень хороша. Радостный и воодушевленный, я возвращался в келью. Потом зову Николу Митаса, так звали того, чья была буровая вышка, и говорю ему, ты пробуришь очень глубоко. Он отвечает, там будет скала, геронда, там не будет воды. У меня нет столько труб, я уезжаю. Ты не уедешь, говорю ему. Поезжай ищи трубы, я не разрешаю тебе уезжать. На следующий день он привез трубы и стал бурить глубоко, там, где я ему показал, и нашел источник, где полно было воды. Хорошей воды, способствующей пищеварению. Он и сам обрадовался, обрадовались и мы все. Это было благословение Господня, святая вода. Мы отслужили молебен, преображению Господню, чтобы отблагодарить Господа за великое чудо. Это было чудо преображения Господня. Когда я думал о постройке женского монастыря, мне приходило много мыслей, очень много. Самая главная мысль была собрать несколько сестер-монахинь, чтобы все они были рядом со мною, чтобы они любили меня во Христе и чтобы я любил их во Христе. Я хотел, чтобы все были подлинными монахинями, чтобы был у нас дух монашеской жизни, без ревности, без всего того, что, как правило, есть у женщин, чтобы между ними была любовь и был порядок. Еще я хотел, чтобы мы занимались рукоделием, каким-нибудь искусством, которое бы занимало 2-3 часа в день с утра. Но центр тяжести я хотел переместить на обучение богослужениям, как говорят, университет в церкви. То есть на песнопение, каноны, полуношницы, псалтирь, минею. Я хотел, чтобы мы читали все, если возможно, все, о чем написано. А псалтирь читали бы перед обедом для облегчения, чтобы не читать ее ночи и не утомлять сестер. Занятие песнопением и чтением я считаю великим делом, очень великим, потому что так человек постепенно освещается, сам того не замечая. Приобретает и любовь, и смирение, все, слыша слова святых, слова изменений и тому подобных книг. Этим мы должны заниматься постоянно и с усердием, посвящая себя этому. Это должно быть нашей ежедневной усладой в церкви. И снова, каждый день, за час до обедни, мы будем сидеть и читать отцов. Понимаешь, как здорово! Монастырь мне казался подобным раю. Службы и исповедь не прекращались бы. Круглые сутки, духовники бы сменяли друг друга, новые заступали бы на дежурство и постоянно оказывали бы помощь больным. Это было бы в любое время дня и ночи, чтобы был телефон, у которого бы день и ночь дежурили сестры, чтобы утешать столько отчаявшихся в жизни по причине различных ран. Своими словами, они приводили бы их к великому утешителю, Христу, чтобы спасались их души и наполнялись небесным светом, который им будет подавать божественная благодать. И я бы хотел исповедовать приходящих людей. Когда придет какой-нибудь больной, особенно после искушений, я бы его исповедовал. А потом приходят сестры и благоговейно поют для него молебен. То есть, когда он стоял бы на коленях, сам бы я, сидя на стуле в Епитрахиле, читал над ним молитвы, а сестры благоговейно едиными устами пели бы для него молебен. Верю, что за нашу любовь Бог бы творил много чудес. Много недужных по благодати Божией становились бы здоровыми. Приходит, например, один печальный отец и говорит, у моего ребенка начинает кружиться голова, и он падает. Ты оставляешь ребенка в монастыре на некоторое время. Все сестры преклоняют колено, как один дух. Одна душа, одно сердце со старцем. И молитва всех изменяет состояние, совершает чудеса. Поэтому я так этого и ищу и пламенно желаю. Вот что я хочу сделать в монастыре. И вот что еще я хотел бы в монастыре. Я хотел бы выстроить большую красивую церковь, чтобы много людей могло прийти на исповедь, на причастие, прийти для молитвы, чтобы поучиться умной молитве. А еще мне есть мечта, чтобы под храмом, подвал, приходили афонские духовники, которые мощно, сильно занимаются мистическим богословием в пустыне и учили умной молитве. Пусть они приезжают хотя бы на один день. Конечно, много таких, которые не хотят ни открываться, ни где-либо появляться. Мы можем и таких привозить на один день, а на другой они бы уезжали. Какое облегчение находили бы те души, которые страдают от страстей и других житейских невзгод. Монастырь должен со страхом Божиим принимать души и вдохновлять их не поучениями и проповедями, а молитвой, страхом Божиим и своим собственным примером. Это очень тонкая вещь. Например, приходит человек в монастырь, мы его принимаем, но вести длинные разговоры нет необходимости. Гостеприимство будет выражаться в церкви. Мы поведем гостя на молитву, на вечернюю, на повечерие, будем читать очень внятно, без ошибок, петь скромно. Везде будет царствовать порядок и тишина. Скажем мы несколько назидательных слов. Предложим что-нибудь перекусить, горячий чай и тому подобное, но везде будет царствовать молчание, а говорить будет пример. Больше всего гостя научат наш образ жизни. Не нужно изменять своего распорядка. Он больше получит пользу от него, чем от наших слов. Если у нас будет добрый порядок, а сами мы будем преданы Христу, то освятится весь монастырь. Это произойдет непринужденно, без какого-либо давления и усилий со стороны монахинь. Думаю, что это самая лучшая миссионерская работа. Очень скоро в монастырь начнутся слетаться птицы. Они услышат звоночек и будут прилетать покушать. Будут сидеть во дворе и слушать вечерню. Это наши лесные друзья, которые будут прилетать, чтобы принять участие в нашей молитве. Сегодня ко мне в келью пришли несколько моих духовных чат, и мы три раза спели Христос воскресе. Я пожелал им, желаю вам, чтобы воскресение Господа нашего, Иисуса Христа, воскресило в ваших душах всякое благородное и прекрасное чувство, чтобы оно привело нас к святости и победило ветхого человека со страстью и похотями. Вот чего требует Господь. Поэтому мы желаем, чтобы воскресение его и благоволение его помогли нам разгромить и умертвить ветхого нашего человека и стать достойными его церкви. Вот какой помощи Господней мы желаем. Величайшее чудо, сотворенное Христом, это его воскресение. Никогда не будем забывать о нем многое лето. Кто-то сказал, что сегодня все молится, земля, небо, звезды, благоухающие цветы, журчащие ручьи, прозрачные воды, поющие соловьи, порхающие бабочки, все, все поют Христос воскресе. Я настолько воодушевился, что громко кричал от радости «Христос воскресе!» Такое пережил я на Святой горе. Была Пасха. Я в одиночестве поднялся на гору в сторону Афона на высоту около 800 метров. С собой у меня был ветхий завет. Я смотрел на голубое и чистое небо, на безбрежное море, конца которого не видно, на деревья, на птиц, на бабочек, на всю эту красоту. И в воодушевлении громко кричал «Христос воскресе!» Произнося это, я сам того не замечая, от жажды божественного раскрыл руки. Так они и застыли. Я был как сумасшедший. Открыл ветхий завет и попал на следующие слова премудрости Соломона. «Божий отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим и премудростью Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне присидящую престолу Твоему премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой, сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов». Вся моя душа погрузилась в эти божественные слова. Я забыл о времени, меня потеряли. Послушайте дальше премудрого Соломона. «С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес и от престола славы Твоей, не спошли ее, чтобы она спешистовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою, ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в своей славе». Понимаете? Какое значение имели для меня эти слова? «Что угодно пред очами Твоими и что благоугодно пред Тобою». Вот чего ищите, вот чем наслаждайтесь, вот чего жаждите. Сами того не заметил, вы полюбите Христа.